Сегодня на территории России расположено более 13 тысяч особо охраняемых территорий, которые занимают порядка 11,5% от общей площади всей страны. Среди них есть совсем крошечные заповедные зоны, а есть территории, сравнимые с целыми городами и даже странами. К одним из самых крупных заповедников европейской части нашей страны относится Окский государственный природный биосферный заповедник, который находится неподалеку от Рязани. Образован он был в 1935 году. Тогда его площадь вместе с охранной зоной составляла порядка 50 тысяч гектаров. Основной целью было сохранение вот этого зверька – русской выхухли. Сегодня же площадь Окского биосферного заповедника составляет приблизительно 80 тысяч гектаров, а цели и задачи, которые ставят перед собой научные сотрудники, значительно расширились. Если для Рязанской области, конечно, это в первую очередь выдача всякой информации для необходимых служб. Я имею в виду для охунчивого хозяйства, для родоохранных организаций. Что же происходит с мониторингом вещей? Именно научную информацию. Для Рязанской области мы важны как экологический центр, куда приезжает от 10 до 20 тысяч детей. В основном, кстати, из Рязанской области. Но у нас много, если вы посмотрели в музее, информация «Москва» детей привозит. Это очень важная, вторая очень важная задача, как на региональном уровне, так и на уровне страны. Третья задача – это, конечно, сохранение всего же генетического разнообразия, которое находится как в Рязанской области, так и в стране. На территории заповедника происходит комплексное исследование всех природных процессов. Для этого здесь были созданы метеорологическая станция и даже гидрологический пост. Но самое главное – научными сотрудниками изучаются практически все группы растений и, конечно же, богатый животный мир. Всегда в заповедниках в основу изучения ставилось отслеживание численности наиболее значимых видов, как крупнокопытные, хищные звери. Даже считается, что заповедник, его территория избрана репрезентативной. Если там существует самовосстанавливающийся стадо копытных животных и существует постоянная группировка хищных животных, то есть, которые оказывают какое-то влияние на копытных и в то же время, которые служат для них основным источником пищи. В Окском заповеднике это и есть. А следить численность животных можно только зимой. Метод, при помощи которого это становится возможным, так называемый ЗМУ – зимний маршрутный учет, был разработан здесь, в Окском заповеднике. Каким образом это происходит, нам не только рассказали, но и показали. Первый день мы затираем, я вам покажу, как это делается. Вот след зайчий, например, да? Лосиный, зайчий, без разницы, любой след. Проходит, мы его затираем. Первый день затираем, на второй день, через сутки, мы идем же по тому же маршруту, по своему следу, и уже учитываем следы свежие. Вот он за это пробежал, все, одна особь у нас есть. Маршрут каждого инспектора составляет порядка 10 километров, и порой во время его прохождения инспекторы встречаются с животными. Лось, кабан, бывает, что и выбежает. Ну, в основном лось, конечно, он такой не напуганный. Кабан, у него специфика какая, в болото залез, там холодно, он где-то закопался. А лось непуганный выходит, может стоять рядом. И волки, бывает, попадаются. Конечно, обычным туристам, которые каждый год активно посещают заповедник, вряд ли посчастливится увидеть подобных животных в лесу. Зато они могут познакомиться с ними в музее природы. А вот зубров здесь можно увидеть в непосредственной близости. Сейчас мы находимся на территории одного из двух питомников России по разведению зубров. Это питомник Окского заповедника. На сегодняшний день здесь успешно справляются с восстановлением популяции самого крупного копытного животного Европы. Питомник зубров был создан в 1959 году. Именно тогда здесь начали выращивать поголовья, которые по мере подрастания выпускаются в естественные угодья. С 1979 года на территории заповедника работает питомник редких видов журавлей, основной целью которого является восстановление угасающей популяции стерхов. Также на сегодняшний день заповедникам ведется активная работа по экологическому просвещению. Главная наша цель и задача как раз для того, чтобы донести до людей вообще зачем, собственно говоря, вот эти вот заповедные территории, природоохранные территории и, конечно же, донести до людей, что здесь происходит, собственно говоря, что изучается, как охраняется. 11 января день заповедников пройдет здесь как обычный рабочий день, но тем не менее сотрудники отмечают его важность. Ведь это еще одна возможность напомнить и рассказать людям об особо охраняемых природных территориях. Хотя в этом 2017 году этому будут посвящены все 365 дней, которые пройдут под знаком экологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова